Благослови, Душа моя Господа, благослови, Неси Господи. Во время Оно, исходящий Иисус вина путь, прийти к Некий и преклонься на колено Ему, вопрошавший Его, Учителю благий, что сотворю доживут вечное наследство? Иисус же речи ему, что меглоголиши благо? Никто же благ, только мой един Бог. Заповеди вейся, не прелюбы сотвориши, не уби, не укради, не лжи свидетельствуй, не обиди, чте отца твоего и матери. Он же отвечав речи ему, Учителю, сия вся сохраних от юности моей я. Иисус же возрев на инань, возлюби Его, и речи ему, еди на гоесе не докончал, иди или-ка имоши продашь, и дашь нищим, и иметь имоши сокровища на небесе, и прийди и ходи вслед мне. Взем крест. Он же дряхал, быв, о словеси, а тыди скорбя, бебу и мести же они много. И возрев Иисус глагол учеником своим, как они удобь имущий богатство в Царстве Божие внидут. Ученицы же уже сахусь о словесех Его. Иисус же паки, отвещав глагола им, чада, как они удобь уповающим на богатство в Царстве Божие вниди. Удобь ибо есть вельбуду сквозе и глине уши пройти. Не же богату в Царстве Божие вниди. Они же излих и девляхуся, глаголющих к себе, то кто может спасен бытьи? Возрев же на них Иисус глагола. От человека невозможно, но не от Бога. Вся бы возможна суть от Бога. Здравствуйте, дорогие наши братья и сестры. Сегодня четверг, 3 января. И мы с вами читаем Евангелие от Марка, 10 главу, 17 по 27 стих. Сейчас давайте с вами откроем русский перевод Нового Завета и посмотрим текст. «Когда выходил Иисус в путь, подбежал некто, пал перед ним на колени и спросил его, «Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Иисус сказал ему, «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Знаешь заповеди? Не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не обижай, «Почитай отца твоего и мати». Он же сказал ему в ответ, «Учитель, все это сохранил я от юности моей». Иисус, глянув на него, полюбил его и сказал ему, «Одного тебе не достает. Пойди, все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах. И приходи, последуй за мною, взяв крест». Он же, смутившись от всего слова, отошел с печалью, потому что у него было большое имение. И, посмотрев вокруг, Иисус говорит ученикам своим, «Как трудно имеющим богатство войти в Царствие Божие». Ученики ужаснулись от слов его. Но Иисус опять говорит им в ответ, «Дети, как трудно надеющимся на богатство войти в Царствие Божие. Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие». Они же чрезвычайно изумлялись и говорили между собой, «Кто же может спастись?» Иисус, возрев на них, говорит, «Человекам это невозможно, но не Богу, ибо все возможно Богу». Такие евангельские строки в сегодняшний день мы читаем. Совсем недавно, читая Евангелие от Луки, мы были свидетелями этой истории, как некий богатый юноша подошел к Христу с очень важным вопросом для каждого человека. Вся беда в том, что далеко не все осознают важность этого вопроса, не все применяют его к себе. Многие люди склонны жизнь свою планировать так, как будто им еще предстоит совершенно гарантированно прожить 12 тысяч лет, а вот потом у них будет, так скажем, год-два такого удивительного, удобного состояния времени, когда они будут думать о душе, когда они будут, возможно, делать какие-то добрые дела, молиться, каяться и в итоге как бы спастись. А сейчас еще очень длинная жизнь, которую надо построить так, чтобы успеть в этой жизни взять все. Все имеется в виду, конечно, найти удовольствие, какой-то комфорт, все приятное, попробовать, испытать. Весьма немногие юноши задаются тем вопросом. Но, тем не менее, видим, здесь такой наш осон. Причем, как Христу, он относится как к Учителю Великому, то, что, знаете, пасть на колени перед обычным плотником из Назарета, каково это? Для богатого, соответственно, знатного человека. Назовет его здесь благим, но, опять же, не из того соображения, что он чувствовал божество во Христе, а сколько желал свою речь приукрасить этим словом, дабы, может быть, привлечь в себе внимание в том числе. На что Господь здесь его и останавливает, указывая то, что не пытаясь льстить, не пытаясь здесь приукрашать свою речь такими великими словами, что никто не благ, как только один Бог. То есть абсолютно добр и праведен и свят только Бог. Если ты считаешь, что я Бог и веришь в это, то тогда вопрос твой неуместен, потому что ты знаешь, что Господь требует от человека. Ведь закон Иудеям был известен. Если же ты считаешь, что я обычный человек, то тогда не обожествляй меня. Конечно, здесь спаситель не отказывается от божества своего, нет, он сколько здесь указывает на ошибочность такого обращения над этим юношей, на ошибочность его мировоззрения даже в данной ситуации. Но это дальше все-таки открывается, что ты знаешь заповеди. «Не прелюбодейся, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не обижай, почитай отца твоего и мать». Здесь мы видим заповеди, которые касаются отношения к людям. Спаситель не указал на то, что ты должен верить в единого истинного Бога, ты не должен поклоняться идолам, ты должен помнить день субботний, остальные заповеди Каллога. Потому что это иудею, в общем-то, говорить не нужно было, он это все понимал. Но опять же здесь что еще открывается? Господь не зря здесь говорит о заповедях, касаемых ближнего, касаемых людей. Потому что через отношения к людям очень часто у человека формируется отношение к Богу. Вспомним здесь слова апостола Яна, говорящего, «Кто не любит брата своего, как он может любить Бога, которого не видит?» Это невозможно. Если ты будешь пребывать в грехах блудавровства, и так далее, и так далее, убийства, краж, то с Богом ты точно быть не можешь, потому что это и сковеркает, и уродует твое сердце. Что мы дальше видим? Ответ Христу. Учитель все это сохранил эти юности моей. Юноша говорит о том, что он воспитан в этих заповедях, он воспитан в законе, он воспитан в этих правилах. И здесь мы с вами можем воздать похвалу его родителям. Немногие родители могут в хорошем смысле погордиться своими детьми, живущими, без того, что было перечислено. К сожалению, очень часто дети, повзрослевшие или стремящиеся к взрослению, в юности пребывающие, порой являются поводом и причиной скорбей. То, что родители видят, что они живут не так, как надо. Соответственно, и здесь то, что юноша живет здесь благочестиво, это заслуга родителей, значит, не сами так живут. Но, тем не менее, здесь мы видим, что те труды, которые юноша озвучил, свои, да, что, то есть, все это сохранит юности моей, здесь в какой-то степени нет его труда. Он это получает из своей благочестивой семьи, он привык к этому. Для него это уже не подвиг. Для него это норма. И, возможно, из этого он и спрашивается, что же делать еще. То есть, сердце ищет еще чего-то. Ищет Бога и хочется чего-то, но не знает, как поступить. Иисус, взглянув на него, полюбил его. То есть, видим, да, действительно, состояние его было без лукавства. Есть мнение толкователей, что его вопрос, как наследовать жизнь вечную, исходил из тех соображений, мол, как бы не прожить подольше земной, вот такой вот благополучной, богатой жизнью. Ну, и такое мнение, то уже есть. Но вот видим, что, тем не менее, Господь смотрит сердце его и возлюбил его здесь. Тем самым нам указывается на способность, что ли, сердце юноши отозваться любовью ко Христу. И вот дальше-то Господь ему это предлагает. Предлагает большее. Предлагает уже сделать все по-настоящему. Что да, ты привык. Привык уже жить благочестиво. Но вот нужно твое усилие тоже. А для усилия нужно сделать что-то большее. Ведь что главное в жизни? То научиться любить Бога и научиться любить ближнего. Любить по-настоящему. Не временами, не кусочками, а по-настоящему. И вот предложение. Все, что у тебя есть, раздай нищим. Раздай. И будешь иметь сокровищ в небесах. Смотрите, что Господь говорит. То есть доверься Богу. Откажись от всего земного. Бог сам этим позаботится. Что о любви без доверия не бывает. Раздай нищим. То есть скажи любовь ближним. Причем раздай не своим богатым друзьям, родственникам, соседям. А тем, от кого ты никогда не получишь назад. А дальше слова утешения. Знай сокровищ, ты не потеряешь. Все будет тебя ждать на небе. В перемноженном каком-то состоянии. Понятно, что не деньги тебя будут ждать, а вот те какие-то дары небесные. Что через все вот это, через такое самоотвержение, ты будешь способен принять то обилие благодати, что здесь называется сокровище. А дальше, уже будучи свободен от всех земных привязанностей, иди следуй со мной. То есть будь моим апостолом. Юноша смутился, дошел с печалью, потому что у него было большое имение. Вот она беда, вот она беда привязанности к земле. Что даже самые добрые, благочестивые намерения порой разбиваются, как волны о скалу, об эту привычку. Привычку изжить земными радостями лишь только. Когда для человека счастье, вот оно во многом ассоциируется с его земным положением, земным состоянием. И вот это юношу здесь оно и ломает. Хочется неба, но нет сил снять с себя вот эти цепи, которые с него возложило богатство. Это шел с печалью. Мы не знаем, что дальше с юношей произошло. Будем надеяться, что не погиб он, однажды захотел быть со Христом. Но вот тем не менее, для всех для нас здесь есть некий урок, что чем больше ты привязан к земле, тем тяжелее тебе отрываться от земли. Дальше Спаситель говорит ученикам своим, что вот трудно богатому тебе в Царство Божие. Не невозможно, но трудно. Богатство вообще ведь для богатого может быть поводом для очень многих добрых дел, возможностью для творения добра. Но опять же сковывает душу, и трудно ему. Ученики ужасаются, потому что ведь они рассуждают, как и многие люди, что мол, вот богатый. С одной стороны, вроде бы его богатство — это есть признак благословения Божие, а с другой стороны, опять же понимая, что богатый может нищик кормить, обувать, одевать низ, молиться будут, что-то как удобно. И ужасаются. Но Господь опять же подчеркивает, говорит, что трудно надеющимся на богатство в тебе Царство Божие. То есть вот она в чём печаль самая главная. Надежды на богатство человека лишает в итоге Бога. Оно вытесняет из человека вот это упование на Спасителя. Что удобнее верблюдовать и сквозь угольные уши. Здесь подразумевается та узкая калитка возле городских ворот Иерусалима, которая открывалась после ночного закрытия врат. И всякий там, скажем, торговец верблюдам был вынужден протискиваться уже в город. И тяжело было верблюд-то сделать. Но, видимо, послы чрезвычайно уизумляются и говорят, что кто же может спастись, если вот настолько сложно, если нужно столько себя менять, если свое сердце нужно отрывать от земли. А ведь мы все так привыкли к чему-то земному. Как же спасаться? Но Господь говорит им дальше. Человекам это невозможно. И действительно, это превышает человеческие силы. Но это возможно Богу. Значит, для человека открывается путь к чему? «Просите, дастся вам, ищите и найдете, стучите и отворят вам». Вот такие евангельские строки мы сегодня с вами прочли. Братья и сестры читали мы Евангелие от Марка, главу 10, 17 по 27 стих. И всем нам напоминаю необходимости ежедневного чтения Священного Писания хотя бы по одной или по две главы. Аллилуйя, 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 Слава Тебе, Боже!